Детский смех, утренник и, конечно, подарки. Так начался первый день в новом детском садике в селе Розлей Николаевского района. Небольшая дошкольная группа «Родничок» – спасение для местных мам и пап. Теперь родителям не нужно возить своих крох в соседние села. В этот детский сад у меня ходит младшая дочь Амелия, ей два с половиной года, то есть совсем маленькая. До этого у меня старшие дети ходили в Николаевский садик, то есть приходилось рано вставать, возить их. Это было очень удобно. Теперь у нас садик буквально через дорогу, и мы очень довольны. Маленький, но уютный. Ребята уже освоились на новом месте. В гости не с пустыми руками к ним приехал губернатор, раздал подарки и пообщался с детворой. Вы здесь уже спали? Да. И даже здесь кушали? Кушали. Вкусно? А что дают покушать вам? Кашу? Да. Дошкольная группа – результат государственно-частного партнерства. Построить небольшой садик для детей своих работников решились на сельхозпредприятии «Наша Родина». Государство помогло с закупкой мебели и оборудования. С возрождением сельского хозяйства Сергей Ивановича стали приезжать сюда возвращаться многие молодые ребята, которые когда-то родились здесь и решили вновь вернуться на свою родину. У них стали появляться такие очаровательные ребятишки. И на самом деле, если с мужчинами как-то немножко попроще, то мамы тоже сказали, что мы тоже хотим работать. И слава богу, такие рабочие места появились. И возникла необходимость, потребность в том, чтобы в создании такой небольшой дошкольной группы. Также новоселье отпраздновали дети из села Большой Черклей Николаевского района. В садике шесть групп рассчитано учреждение на 120 детей. В 2013 году в селе построили новую школу. С тех пор встал вопрос и о дошкольном учреждении. Старое здание садика давно закрыто. Родители также возили своих детей в другие поселения. В нашем садике, мне кажется, есть абсолютно всё. Здесь есть бассейн, здесь есть соляная комната, садик оборудован, игрушки есть, планшеты есть. Кстати, бассейн появился благодаря жителям. Родители предложили включить спорт-объект в садик на встрече с главой региона. Мнение учли и внесли в сметную документацию изменения. Также в проекте предусмотрены спортивные и актовые залы, спальни, игровые комнаты, соляная пещера. А в следующем году появится технокампус. Это некий детский дошкольный технопарк, поэтому будет доукомплектовано робототехникой, детскими ноутбуками, лего, всё, что связано с цифрой, с компьютеризацией робототехникой. Мы это сделаем, поручение мы это выполним. Строительство двух дошкольных учреждений велось в рамках национального проекта «Демография». Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.